Привет, дорогие мои друзья! У нас с вами посылочка из магазина Тонтоп. Здесь находится инвертор на полтора киловатта. Если вам не безразлична автомобильная тематика, рекомендую вам канал, который называется Олег Нестеров Брест. На канале уже почти 150 тысяч подписчиков. На канале вы найдете видео о покраске, тюнинге и множество интересных проектов, а также анекдоты, конкурсы. Ролики выходят очень часто, так что скучать не придется. Ссылка на канал будет в описании под этим видео. Заказал я его для того, чтобы проверить, действительно ли этот инвертор на полтора киловатта, но мне почему-то кажется, что он меньше. Поэтому давайте будем открывать и смотреть. Упакован инвертор в картонной коробочке. Можно использовать для электроинструмента. Есть у меня перфоратор дома, обязательно подключим и проверим. Здесь с торца стоит отметочка, что этот инвертор действительно на полтора киловатта. Хотя коробочка в принципе такая небольшого размера. Давайте же посмотрим, что там внутри у нас лежит. Алюминиевый корпус, провода и в общем-то все. Такие неплохие мощные силовые клеммы. Охлаждение есть у инвертора. Алюминиевый корпус, розетка для подключения нагрузки. USB-порт и кнопочка включения-выключения. Выглядит все довольно неплохо. Навес инвертор не такой уж тяжелый. Я бы даже сказал. Провода имеют небольшую длину и достаточная, в общем-то, я думаю, для этой длины сечения. Провода это, скорее всего, луженая медь. И есть провод для того, чтобы можно было использовать этот инвертор от прикуривателя, но с какими-то такими лайтовыми нагрузочками. Ноутбук подключить, либо еще что-то. Потому что сечение этого провода уже на порядок меньше. Давайте теперь испытаем в реальных условиях. Подключили к аккумулятору перфоратор напрямую. Смотрим ток. Все работает. Ток у нас с вами 20 А практически. Давайте попробуем посверлить стяжку бетонную. Ну что ж, ребята, без проблем сверлить. Теперь давайте замеряем ток на выходе, то есть ток потребления перфоратора. В режиме холостого хода это 1,7 под нагрузкой. 2,3 А. 2,3 А. Насверлил тут немножечко дырок. Давайте испытаем этот инвертор на полную нагрузку. Сейчас я подключил плитку и перфоратор. То есть сейчас будем включать все это дело. Давайте включим сначала одну комфорту. и посмотрим, как у нас изменится ток. 4 А, ребята, показывает. Обалдеть. 4 А. То есть это у нас получается не 500 Вт нагрузки. Это больше. 4 А. Так, пока доставал телефон, ток упал. 3,8. Но был 4, поэтому будем считать 4 умножить на 220. Получается 880. 880 Вт сейчас подключено. Давайте включим вторую. Включили вторую. И все, инвертор ушел в защиту, ребята. То есть 880 Вт. Ну, я думаю, что максимум, наверное, на нем киловатт поднять можно. А полтора киловатта это, скорее всего, пиковое значение. Давайте убедимся. Попробуем посверлить немножко перфиком. То есть сейчас включена одна комфорта. Нажимаем на перфике, на кнопочку. И так же уходит в защиту, но включается. Уходит и включается. До киловатта не дотянуть. Скорее всего, вот сейчас работает инвертор в максимальную свою нагрузку. Если видос понравился, пальцы вверх поднимаем. Ссылку на этот инвертор я вам оставлю в описании под этим видео. Желаю вам всем удачи, добра, хорошего настроения. С вами был Александр. Пока-пока. Работает все замечательно. Вот еще раз включаю. 8,5. Выключаю. Ток падает. Находимся в паркинге. Сейчас проверим пусковой ток двигателя при помощи нашей новой приблуды. Модуль установлен. Видно, вон там он трансформатор просвечивает. Конденсатор. В общем, здесь находится сама схема. На нее припаяны два USB порта. И в рамочке эта розеточка выглядит вот таким вот образом. Все как бы очень здорово, прикольно. Но единственный...